Карачаево-Черкесия на телеканале Россия 1 это главные вести республики. С вами Руслан Куркмазов. Добрый вечер и вот что сегодня увидите. Дороги Хабеза это лицо аула. Наш репортаж сегодня о том, как становится комфортнее быт сельских жителей. Врачи просят народ вакцинироваться, но эти призывы мало кто слышит. Госпиталь открывается для ковидных больных. Выплаты семьям. Пособие на ребенка до его рождения. Беременных просят вовремя сообщить государству о надвигающемся материнском счастье. Выпускной в Карачаевске. Школьный бал в красивом городе. Начинается новая и красивая жизнь. На Карачаево-Черкесию обрушился сильный дождь. Есть подтопление. Сегодня даже была перекрыта автодорога Черкес-Домбай в районе аула Кумыш. Наши корреспонденты работают на месте событий. Завтра в информационных выпусках мы расскажем подробнее. А в Черкесске ведутся работы по ликвидации последствий очередных ливневых дождей, которые привели к подтоплению в первую очередь подвалов частных домов и подворье. По дванам синоптиков в течение двух дней в Черкесске в среднем выпало 33 мм осадков при норме 92 месяц. Силами МЧС и водоканала подведены работы по откачке воды из домовладений. Сейчас также проводится расчистка кюветов. Руководство Хабесского района сделало акцент на улучшение социальной инфраструктуры административного центра и на ремонт дороги Черкес-Хабес. Это позволит значительно обновить облик Хабеса и сделать жизнь аульчан более комфортной. Фатима Даурова о зримых преображениях населенного пункта. Жители Хабеса давно ждали начала трансформации облика родного аула. Много лет административный центр держался, можно сказать, на одном косметическом ремонте. Тротуары были изношены, а в некоторых местах вообще и не было. А ведь их наличие – важнейший элемент комфортной среды. И поэтому при проектировании ремонта центральной улицы транспортные приоритеты были расставлены правильно, с учетом потребностей пешеходов. Сейчас начаты работы по строительству тротуара от здания администрации до Сбербанка. То есть это центральная часть административного районного центра. Здесь будут у нас установлены и благоустроенный тротуар, клумбы, парковки для удобства посетителей районного центра и жителей самого аула Хабеса. Это очень значимо, так как здесь много административных зданий. И для нас, в первую очередь, конечно, важно удобство людей, чтобы здесь было чисто, красиво. Планируют навести красоту и чистоту во многих местах аула. За последний месяц Хабес буквально начал преображаться на глазах. Сейчас мы стоим в самом его центре, напротив Дворца культуры, куда обычно в выходные дни заезжают свадебные кортежи. И здесь не очень было предусмотрено парковочное место. Ну а сейчас здесь все аккуратно, сухо. И все для того, чтобы было комфортно водителям и их пассажирам. Вот уже несколько лет здесь реализуется программа по благоустройству дворовых территорий. Хабес – большой аул с наличием многоквартирных домов, дворы которых нуждались в ремонте. В Хабесе уже заканчивается работа по благоустройству двух дворовых территорий. В принципе, в прошлом году мы закончили работу и сдали четыре дворовых территории. В этом году, сейчас, как я сказал ранее, две дворовые территории. На следующий год у нас еще планируются также две дворовые территории и небольшая парковая зона с детской площадкой для детей в районе больницы. Но больше всего жители Хабеса ждут появления нового физкультурно-оздоровительного центра, строительство которого было законсервировано. Но сейчас появилась возможность дать новый толчок делу. Ну сейчас юридические моменты, договора, документы мы доводим до логического завершения. С руководством «Газпрома» переговоры вел Рашид Борисбевич Тимрезов. До нас была доведена информация, что работы будут продолжены и завершены. В принципе, мы рассчитываем, что в ближайшее время, уже в этом году, начнутся работы по завершению данного спорткомплекса. Еще одна боль жителей, с которой они часто обращались в органы власти – состояние дороги, ведущей от Хабеса к республиканской столице. Дорожное полотно местами напоминало сито. Проезд затрудняли выбоины и ямы. Сейчас к подъезду в Аул ведутся ремонтные работы на определенном промежутке автодороги. Спецтехника расчищает территорию для укладки асфальтового покрытия. Начали работы 26 числа. У нас разработка асфальтобетонного покрытия с заменой основания. Ну, продолжается, вот, копаем. А какой протяженности участок? Первый участок у нас, получается, 2 километра 620 метров. И туда дальше, ближе к Хабезу, еще один участок, 2 километра 380 метров. Ну, всего 5 километров. Мешают дожди, затапливает. Ну, ждем хорошей погоды, будем работать. Работы по ремонту дороги Черкесск-Хабез подъезд к Архизу на всей протяженности будут завершены к 2024 году. По 5 километров, удобных для вождения участков трассы, будут прибавляться каждый год до назначенного срока. Фатима Даурова, Расул Бердеев, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабезский район. Более 30 тысяч жителей Черкесии сделали прививку от коронавируса. Напомним, в Черкесии вакцинация населения проводится вакцинами «Спутник Ви» и «Эпивак Корона». Привиться можно в городской поликлинике Черкесии и в медико-санитарной части. И вести из апперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 22 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 20 851 человек. Из них 20 358 выздоровели. 296 человек госпитализированы. В Карачаево-Черкесии, как и по всей стране, зарегистрирован резкий рост госпитализированных с диагнозом COVID. В связи с этим увеличен в республике коечный фонд, разворачивается COVID-госпитали в городах и районах. Доктора призывают население к вакцинации, потому что только коллективный иммунитет, то есть большое количество защищенных людей сможет остановить распространение болезни. А с 1 июля в России начнется углубленная диспансеризация граждан, переболевших коронавирусом. По ее результатам, при необходимости будет назначено лечение и реабилитация. В Карачаево-Черкесии она будет проходить во всех районных больницах, ФАПах и амбулаториях. Вакцинация – один из важнейших факторов остановки распространения данной инфекции. И, к сожалению, низкий уровень, низкий темп вакцинации привел к тому, что у нас сейчас в Российской Федерации идет так называемая третья волна. Также хочется обратить внимание на то, что 18 июня 2021 года председарь правительства Российской Федерации подписал постановление 927 о проведении углубленной диспансеризации лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день практически все медицинские учреждения Карачаево-Черкесии подготовлены и готовы к проведению данной диспансеризации. Разработаны пути маршрутизации, если необходимы какие-то дополнительные исследования. Поэтому обращаюсь к лицам, переболевших новой коронавирусной инфекцией в любой форме, легкой форме, в тяжелой форме с госпитализацией в госпитале. Обратиться к своим участковым врачам-терапевтам для того, чтобы в этом году, начиная с 1 июля, пройти диспансеризацию. Это очень важно для того, чтобы мы могли вас направить в дальнейшем на реабилитацию. МЧС предупреждает, завтра и послезавтра местами в республике ожидается сильный дождь с грозой и градом, шквалистым ветром. Сейчас прогноз погоды. В Карачаево-Черкесии кратковременный дождь и гроза в отдельных районах сильный, с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Днем местами сильный дождь и град. Ветер западный 5-10, температура ночью 14-19 в горах 8-13, днем 21-26. И в горах местами до 21. В южных районах высокая пожароопасность. В Черкесии ночью кратковременные дождь и гроза, днем сильный, гроза и град. Ветер западный 5-10, температура ночью 17-19, днем 23-25 градусов тепла. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это главная весть Республики. Мы работаем в прямом эфире. Если вы забеременели, срочно надо об этом сообщить государству. Пенсионный фонд России с 1 июля начинает прием заявления на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление можно будет в личном кабинете на портале «Газуслуг» и в клиентских службах пенсионного фонда по месту жительства. Новые выплаты будут предоставляться матери или отцу в одиночку воспитывающим детей от 8 до 16 лет, а также женщинам, ставшим на учет медицинскую организацию в ранние сроки беременности. Размер выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в регионе. Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточное в минимума на душу населения в субъекте. По всем возникающим вопросам можно позвонить по телефону горячей линии 8 800 600 0291. Перед ними масса новых возможностей открытия и свершения. Российские выпускники вступают во взрослую жизнь, но прежде выпускной бал и получение документа, который даст путевку в выбранный вуз. Из Карачаевска Ахмат Халкетчев. Традиционный общегородской выпускной собрал на центральной площади втирачных школьников со всех 12 общеобразовательных учреждений Карачаевского городского округа. Свои путевки в взрослую жизнь в этом году получают 150 юношей и девушек. Многим еще предстоит сделать, пожалуй, главный выбор своей жизни. Определиться в качестве кого и на каком поприще они хотят приносить пользу себе и обществу. Если сравнивать с прошлым годом выпускников, то в этом году они намного лучше сдали экзамен. Чему я очень рада. Все высокобайники, которые у нас были, и те медалисты, которые у нас были, они все подтвердили свои медали. Юношей и девушек, которые только вступают в взрослую жизнь и успешно прошли первое серьезное испытание, сдали единые государственные экзамены, вышли напутствовать мэр Карачаевска Альберт Тоттаев, ректор старейшего вуза республики, Качагу имени Умара Алиева, Таусултан Узденов, а также глава Левашинского района Дагестана Шамиль Дабишев. Хочу, чтобы вы по жизни не пытались обходить препятствия и трудности. Это только так кажется, что ты обошел препятствия или трудность по жизни, а они будут. Мы уверены, кто-то из вас станет нашими коллегами, вам счастливой дороги в жизни взрослой. И хочу поблагодарить учителей, преподавателей. Я считаю, что ваша работа, она самая сложная. Низкий вам поклон, дорогие наши учителя, за ту работу, которую вы делаете. Я желаю вам, чтобы вы могли различать настоящие ценности от мнимых, зерна от плевел и всегда шли твердо к своей цели. Средний балл по сравнению с предыдущими годами оказался значительно выше. Около трех десятков выпускников набрали свыше 70 баллов. За отличные успехи в учебе все они получили золотые медали. В числе особо отливчихся и Диана Джанибекова. На взрослую жизнь у вчерашней школьницы вполне зрелые и обдуманные планы. Диана решила продолжить династию медиков и пойти по стопам дедушки и мамы. Сложности профессии девушку не пугают, так как она уверена, что именно в медицине ее призвание. Я никогда не задумываюсь, что когда-нибудь смогу закончить школу. Вообще закончу. Собираюсь я поступать в медицинский вуз, в какой еще не выбралась специальность. Но самое главное, я хочу приносить пользу своей стране. Все эти 11 лет прошли молниеносно. Даже с одной стороны, может, немножко грустненько, что мы уже не будем болеть за своих детей, не будем ходить по репетиторам, нервничать. Как бы это все прошло. Смешанные чувства в этот день одолевали не только самих выпускников и их родителей, но и тех, кто их обучал все эти годы и воспитывал, вкладывая свою душу в каждого из них. Они к нам пришли маленькими, мы с ними вместе росли, достигали определенных результатов. И на сегодняшний день они для меня, как мои родные дети. И, конечно, отпускать расставаться во взрослую жизнь, мне немножко с грустинкой, мне на душе немножко грустно. Но в то же время и отпускаю с легкостью, с радостью, потому что взрослая жизнь, она очень интересная. Помимо официальных лиц, выпускников поздравили различные творческие коллективы, эстрадные исполнители и самые маленькие горожане. Ахмат Халкечев, Рашид Токов, Вести Крачаева, Черкесия. Таким благодием Крачаева, Черкесия. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин